приветствую всех любителей вин на обзоре не испанское вино так вот решила сделать обзор с маленькими бутылочками большие нет смысла покупать так как я их не могу выпить нет меня возможности и желание бутылку выпивать 075 литра поэтому я начал искать маленькие 030 0 375 до объема очень вот такое вино стоимость его 1100 рублей в описании его скину ссылку на сайт откуда я заказываю эти вина так по поводу этого вина это риоха регион сорт винограда темпронилио 90 процентов гринаш 4 процента россия внутри и масло 3 процента выдержка была 13 14 месяцев в дубе вот мне стало интересно что же там может быть внутри кстати интересно то что роберт паркер установил ему 91 балл ну вот не знаю мне аж интересно сейчас будет а еще кроме роберта паркера я обращаю внимание на один журнал называется ван спектайтер вот он тоже дал 91 балл рейтинг вот этот надо тоже обращать внимание я стараюсь не брать вина без рейтинга потому что там может быть очень что-то плохое не хочется стрять тратить и деньги и время на плохие вина хотя мне уже достаточно вин попалось плохих вот кстати пробка интересная такая пробка маленькая интересный цвет приятный аромат цвет темный чем над темно рубиновый такой вишневый какой-то цвет кстати аромат хороший у нас там спор конечно сейчас александра по поводу дуба он все агитирует всех что выдержка в дубе плохо вот надо будет ему это вино отправить да отправлю александру это вино закажу его еще вот такую маленькую бутылочку можете еще какое-то одно маленькое отправлю на дегустацию а то он там устал уже дегустировать эти вина гаражистов еще какие-то российские там надо уже что-то новенькое ему дегустировать интересное кстати мне нравится конечно да она дуб наверно перебился все ароматы но все равно не она приобрело свой вкус и аромат неплохой похоже чем-то на мацию ну могу точно сказать что это неплохое вино могу порекомендовать ну прям чтобы за него 91 балл поставил вот этот роберт паркер что у меня сомнения какие-то либо они там сами накручивают чему тут ставят да подвязывает язык сильные танины вот это то что как раз наш александр из белгорода любит так что будет интересно его мнение мне принципе понравилось я не знаю что там вов прям вино но неплохое вот так конечно уловить именно вкус темпронилью чистого очень сложно какой-то степени с ним согласен но почему я тут тему затронул потому что у меня с головы не выходит вино французское что-то вела были эйр и его и второй месяц не могу нигде найти нет его короче не завозят она на меня произвело очень большое впечатление я прям еще такие вина особенные чтобы можно было вот сказать что вот вот это вино сто процентов надо купить надо попробовать это вино так неплохо одним словом не знаю если бы я ставил баллы конечно я бы ему по 100-балльной шкале ну поставил бы 80 80 баллов и поставил больше нет смысла ну все ничего такого прям сверх тут нет простое вино тем более стоимость его если 0 75 где-то 4000 3-4 тысячи будет стоить только меня вот интересует почему не такие большие баллы вот роберт паркер вот эти журналы ставят этому вину вот для меня это секрет я не понимаю ничего такого прямо там сверх естественно в этом вине нет минуски 91 балл это много если они ставят на вина там что то мотан рошельд определенных годов 90 баллов 88 чем это связано это среднячок а там получается за 150 тысяч рублей вино где тоже 90 баллов по паркеру что там тоже среднечок странно я бы тогда зайти этим по правильному если там вино стоит 150 тысяч насчетом что там должен быть особенный там какой-то сбор определенные определенная какая-то и выдержка ну имеется ввиду что там ягоды сортируется определенно более тщательно почему даже она стоит 150 тысяч а тут получается 5000 там или 3000 и и тот же самый то же самое количество баллов вот это вот странно вот это я не не нравится мне кто бы вот это объяснил свою точку зрения почему так почему два вина с диапазоном цена одно сто пятьдесят второе три тысячи и по баллам одинаковое количество вот так что у меня все на сегодня еще есть и пару бутылочек две бутылки французская одну еще какой-то не помню два французских нет одной испанской маленькой бутылочки еще есть там за роберт паркер 2 95 баллов и еще французская есть одно вот тоже буду дегустировать маленькие что-то мне кажется так будет интересней маленькую бутылку не переплачивать за большую так что вот так у меня все всем пока